Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы опять в нашем саду у руководителя Центра природного земледелия. Зовут меня Аксен Ивановна Аскольдна. Сегодня мы поговорим о плодовом саде. Рядом со мной черешня, сзади меня яблони, вишни. Но хочу акцентировать ваше внимание именно на черешне. Многие садоводы в Подмосковье не доверяют этой культуре, а очень зря. Я несколько лет назад захотела вырастить черешневый сад. Не столько вишневый, вишни у меня в саду есть, но я захотела именно вырастить черешню. Готовясь к занятиям по плодовому саду, который проходит у нас в зимний период времени, я наткнулась на информацию о том, что черешню можно выращивать не как высокорослые деревья, а существует несколько методов обрезки. Это испанский куст и австралийский куст. Австралийский куст, система обрезки черешни «Австралийский куст» меня привлекла больше всего, потому что там не нужно никаких тонкостей в обрезке. Вы задали расстояние 30-40 см от ветки и отрезали. Если у вас есть возможность в Ютубе найти этот материал, я думаю, что вас этот метод тоже привлечет. Мы сделали в этом году обрезку черешни по этому методу. И я хочу вам показать прирост веток. Обрезку мы производили в мае месяце. Это прирост этого года. Почти метр веточки. На следующий год эти веточки также будут обрезаться, оставляя всего 3-4 почки. То есть вот эта часть будет обрезаться. Сейчас мы наращиваем мощь нашего дерева. Впоследствии это дерево будет всего 1,5-2 метра высотой. А урожай мы начнем получать со следующего года с нижних ярусов. В этом году у нас уже есть одна ягодка. Мы посадили еще несколько черешин, потому что черешни не самоплодны. Им нужен опылитель. Поэтому подбирайте сорта, опыляющие друг друга. Вишня не является опылителем для черешни. Поэтому в вишневый черешневый сад рекомендуется подсаживать так называемые гибриды, дюки. Никто пока не знает, кто из вишен или черешин является их опылителем. Но тем не менее, этот гибрид довольно интересен в саду. И я советую вам поэкспериментировать. Чуть позже мы покажем, как мы сажаем деревья. У нас подготовлено посадочное место. Дерево еще не приехало, но место ему уже готово. Поэтому сейчас мы с вами перейдем к моменту обработки сада от вредителей. Мы подготовили наш коктейль для обработки. Это бетоксибацелин, липидоцит, бактофит и фитоверм. Как прилипатель будет работать, подкормкой будет являться. Поэтому сейчас мы включим нашу уникальную систему для полива. И посмотрим, как это будет работать. Мы используем бочечный насос. Сейчас мы создаем давление в нашем шланге. Стрейч шланги. Многие в них разочарованы. Но я очень довольна этими шлангами. Вот мы создали давление. И сейчас мы делаем мелкодисперсную систему. И опрыскиваем со всех сторон листики. А поливая прикорневую зону, ствол деревьев и обязательно прикорневую зону. Обратите внимание, что я не ношу ничего за спиной. Ни пяти, ни семи, тем более десяти литровых опрыскивателей. Я спокойно перехожу от одного дерева к другому. И провожу обработку. Никуда не торопясь. Как следует поливая и опрыскивая наши деревья. И приствольные круги вокруг них. Потому что тех вредителей, которых мы сбиваем струей воды, они попадают на землю. Соответственно, предварительно мы все скосили, обкосили наши деревья. Это дерево посажено в этом году, поэтому у него такое мульчирование. Впоследствии будет полное задернение. И уже мульчу мы будем класть по периметру кроны. То есть впитывающие корни у нас находятся по периметру кроны растения. И мы даем обработку. То есть вот таким образом. Эта смесь подходит для любых видов ваших растений. И яблонь, и крыжовника, и плодовых, и овощных, и декоративных растений. Это биологические средства защиты. Они не дают возможность вредителям привыкать и передавать информацию своему потомству. Соответственно, так как они не дают потомства. То есть эти биологические средства защиты рассчитаны на конкретного вредителя. Эта смесь рассчитана на разный возраст одних и тех же вредителей. Поэтому, обрабатывая сад такой смесью, соответственно, вы убиваете и взрослых, и младших, и средних личинок одного и то же. То есть и гусеницы, и коконы, и личинки. Но единственное, что на бабочки эта смесь не действует в связи с тем, что бабочки не едят листья, а питаются нектаром. То есть во время цветения растений. Вот мы отключили электричество. Шланг наш сужается, становится еще легче сам, как змейка собирается и, соответственно, выключается. Бочечные насосы очень удобны тем, что они выключатся тогда, когда у вас закончится вода в вашей емкости. Соответственно, вам не нужно беспокоиться о том, что сгорит насос, если количество раствора закончилось, а вы далеко от бочки находитесь. В этом их преимущественно. Ну и самое главное, что они бесшумные. То есть вы совершенно тихо, спокойно работаете в саду, никого не напрягая лишними шумами. Потому что на дачном участке люди приезжают отдыхать и хотят, чтобы вокруг их участка было тихо. Мы сейчас перейдем с вами к подготовленной нами весной яме для посадки дерева. Дерево, как я сказала, еще не приехало, оно в питомнике. Но посадочное место для него готово. И это правильное решение, потому что посадочное место нужно готовить заранее. Мы весной подготовили посадочную яму. Так как у нас песчаная почва, мы выкапывали яму 50 на 50 глубиной почти 70 сантиметров. Заполняли ее по требованию агротехники природного земледелия. То есть мы сняли дерн отдельно сначала, когда выкапывали яму. Потом плодородный слой песок мы использовали на подсыпку, низин на своем участке. Привезли недозревший компост, уложили его на дно. И дерн положили поверх этого недозревшего компоста, посыпанного препаратами сияния 3. Дерн обязательно нужно класть корнями вверх. То есть это получилась пробка, которая защищает корни молодого растения от агрессивной органики. Микробиологические препараты перерабатывают эту органику. И соответственно, когда корни дорастут туда, то там будет плодородный, хороший, вкусный для растения чернозем. Верхнюю часть мы наполнили перегнившим компостом. И в него мы добавили сияние 2, это как корнеобразователь. Соответственно, получив растение из питомника, оно идет вот в таком транспортном горшке. Мы обязательно устанавливаем во время копки растения вот таким образом. И обсыпаем горшок землей плодородной. Вы не думайте, мы не оставим там ведро, и так растение не будет расти. Мы определяем глубину подсыпки грунта. Потому что нужно обязательно иметь в виду, что прививка у растений, которые вы сажаете, должна быть выше уровня грунта на 5-7 сантиметров. У этого дерева прививка высоко, то есть нам никаких проблем не создастся. Но сюда планируется посадка черешни. Это слива. Поэтому мы здесь пока-пока только показываем. У нас сейчас нет того сорта, который сюда нужно посадить. Так как я вам уже говорила, что черешни не самоплодные. Их нужно подбирать как опылители друг для друга. Поэтому это подготовленное место для следующей черешни. Когда вы привозите растение из питомника, оно, как правило, в торфяном грунте. Вы можете поставить в прохладное место, в нежаркое притенение, чтобы у вас деревце постояло и адаптировалось к вашему участку. Может пройти не один день и даже не один месяц. С закрытой корневой системой деревья можно сажать в течение всей вегетации и даже поздно осенью. Сейчас я постараюсь вынуть деревце из горшка и показать вам, какая корневая система в нем находится. Перед тем, как посадить дерево, вам обязательно его нужно будет пролить. Или поставить в ведро с водой, в котором будет раствор стимулирующих препаратов. Экогелия, HB-101 или гногумата калия. Это те препараты, которые снимут стрессовую ситуацию дерева и дадут возможность роста молодых корней. Вот видите, какое количество корней молодых, белых, хороших. Для того, чтобы посадить это дерево, нужно обязательно подрезать эти корни. Вот такими движениями, секаторами. То есть нарушить молодые корешки, чтобы они как можно быстрее приступили к росту и в зоне вашего заполнения ямы. Но сейчас я поставлю это растение. То есть представим себе, что это черешня, которую мы сюда посадим. То есть мы подрезали корни и поставили в нашу емкость. Подсыпав по периметру грунта, полив его еще раз водой, и наше дерево посажено. Вы видите, это не так много времени занимает, когда сделано все правильно. Но мне придется сейчас его вынуть из благоприятного места, так как это не его место жизни. В это место мы все-таки посадим то дерево, которое будет предназначено. На этом до свидания, дорогие телезрители. ВОН. ВОН. ПРОДПИШИСЬ! КОНЕЦ. ВОН. Продолжение следует...